Тема моего доклада, она видна на слайде, я попробую поговорить сегодня о проблемах развития именно горнодобывающего сектора в контексте энергоперехода. Итак, глобальный энергетический переход, он характеризуется не только и, наверное, не столько ростом производства возобновляемой энергии, сколько внедрением высокоэффективных технологий. И эти технологии возобновляемой энергетики, такие как, например, ветряные турбины и солнечные фотоэлектрические системы, да и не только, являются минералоемкими и, следовательно, переход к более чистой энергетической системе значительно увеличит спрос на минералы, сырье и металлы, которые иногда и называют минералами и металлами энергетического перехода или критическим сырьем. О них-то я как раз хочу поговорить. И чтобы определить полезные ископаемые, необходимые для энергетического перехода, специалисты идентифицировали экологически чистые энергетические технологии и необходимые для них полезные ископаемые. Вот они представлены на данном слайде. Из данных слайда становится ясно, что 37 минералов, вот они, непосредственно используются в технологии энергетического перехода. 7 полезных ископаемых важны для поддержки технологий, а еще 12, которых здесь нет, и они требуются прямо, вернее, не требуются прямо для энергетического перехода, но иногда используются во вспомогательных технологиях и классифицируются как полезные ископаемые, имеющие экономическую ценность. И хотя полезные ископаемые имеют различное применение, некоторые из них, такие как, скажем, хром, свинец, молибден и многие другие, считаются важными для энергетического перехода, поскольку они необходимы в оборудовании для производства возобновляемой энергии, включая гидро- и геотермальную генерацию, а также для технологий улавливания и хранения углерода. Кроме того, редкоземельные элементы используются в генераторах ветряных турбин. Индий, кремний, серебро применяются для солнечных фотоэлектрических элементов. Кобальт, литий, графит необходимы для батарей и топливных элементов для хранения энергии в электромобилях. Внедрение аккумуляторов светодиодного освещения и электродвигателей также приводит к увеличению спроса на медь, хром, свинец, кремний и редкоземельные элементы. Многие минералы потребуются в развивающихся технологиях, таких как робототехника, системы связи, автоматизированные транспортные средства, например, беспилотные летательные аппараты, 3D-печать и компьютерное оборудование, которые считаются необходимыми для поддержки энергетического перехода. Растет и признание того факта, что горнодобывающий сектор может сыграть положительную роль в содействии устойчивому развитию и структурным экономическим преобразованиям, о которых сегодня так много говорят. Минералы и металлы энергетического перехода напрямую связаны с достижением двух целей устойчивого развития, а еще 12 целей на них, вернее, косвенно оказывают влияние вот эти, соответственно, этот переход энергетический. Мировые тенденции показывают, что спрос на металлы и минералы, необходимые для энергетического перехода, увеличится в ближайшие несколько десятилетий. В краткосрочной перспективе, как считают специалисты, спрос на медь, литий, никель, кобальт и неодим превысит существующие мощности по их добыче и переработке, что может привести к сбоям в цепочке поставок и высокой волатильности. В долгосрочной перспективе нехватка полезных ископаемых может привести к усилению политической конкуренции и даже задержать сам переход к чистой энергетике. А между тем, увеличение мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников уже привело к увеличению средней металлоемкости новых электрогенерирующих мощностей. С 4000 кг на мегаватт в 2010 году до 6000 кг на мегаватт в 2019 году, то есть на 50%. Быстрый рост внедрения технологий чистой энергии и их более высокая минералоемкость подразумевают, что глобальный спрос на полезные ископаемые увеличится многократно в ближайшие десятилетия и будет расти в геометрической прогрессии в следующие два десятилетия. В транспортном секторе, согласно сценарию устойчивого развития, к 2040 году прогнозируется рост продаж электромобилей в 25 раз, а средний показатель металлоемкости электромобилей сегодня составляет 210 кг на автомобиль, по сравнению с 40 кг на автомобиль с интегрированным двигателем внутреннего сгорания. Исследования показывают, что использование батарей в электромобилях для хранения электроэнергии вырастет в 10, а то и в 30 раз в зависимости от сценария заявленной политики. Сценарий рассчитан на период с 2020 по 2040 годы. Это приведет к значительному росту спроса на аккумуляторные батареи и минералы, которые используются при их изготовлении. По оценкам спрос вырастет до 42 раз на литий, до 25 раз на графит, до 21 раза на кобальт, до 19 раз на никель. Годовая добыча полезных ископаемых в 2020 году и будущий спрос на отдельные полезные ископаемые в 2040 и 2050 годах, необходимые именно для энергетического перехода, показаны на двух слайдах. Это первый из них. Для удобства визуального представления полезные ископаемые сгруппированы по объемам добычи. Значит, вот здесь при низком уровне добычи, а вот здесь спрос на те же ископаемые уже при высоком уровне добычи. И видите, как резко растет спрос вот на эти элементы. Хотя погрешность, конечно, в прогнозах очевидна, да, из-за различных допущений, несомненно, что спрос на такие полезные ископаемые, как свинец, графит, кобальт, литий, увеличится в несколько раз по сравнению с нынешним уровнем производства. Из 33 минералов, которые считаются важными для энергетического перехода, по 18 арабским странам доступны сведения о запасах 14 из них. Но для начала давайте посмотрим на долю арабского региона в мировой добыче полезных ископаемых. Она составляет 10% по объему и 15% по стоимости. И наибольшую долю, конечно, занимают минеральные виды топлива. За ними следуют промышленные полезные ископаемые и, наконец, цветные минералы. Простите, металлы. Минералы вносят значительный вклад в валовый внутренний продукт стран арабского региона. В 2020 году стоимость нетопливных полезных ископаемых в этих странах оценивалась в 23 миллиарда долларов. И вот на слайде показана стоимость различных топливных полезных ископаемых в этих странах. Я уже сказала, что она в целом оценивалась в 23 миллиарда. А здесь различные группы полезных ископаемых в процентах от ВВП. В то время как минеральное топливо доминирует в объеме производства во многих странах Совета Сотрудничества Персидского залива, не топливные полезные ископаемые, составляют значительную долю ВВП. Сейчас, так, 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 ВВП, доля арабских, там, ага, вот, наверное, ага, доля, да, отдельный вес минеральных ресурсов, да. Значит, составляет значительную долю ВВП в Мавритании, как видно, почти 24%, в Судане около 10%, в Египте и Иордании около 5%. Стоимость нетопливных полезных ископаемых, есть и, как бы, из Саудовской Аравии, оценивается в 3,5 миллиарда долларов, в Объединенных Арабских Эмиратах приблизительно около миллиарда, что также указывает на экономический потенциал полезных ископаемых в арабском регионе. Добыча полезных ископаемых в разных арабских странах представлена вот на этом слайде. Для удобства визуального представления 27 ископаемых, 14 необходимых для перехода и 13 экономически важных я разделила на две группы. Минералы с более высокой добычей, свыше 1000 тонн на данном слайде. И на следующем слайде минералы с меньшим производством, то есть менее 1000 тонн. Такие минералы, как мышьяк и алюминий, занимают гораздо большую долю в мировом производстве, в то время как на долю других полезных ископаемых приходится до 2% мирового производства. Ну, в общем-то, это считается значительно. Кроме того, поскольку регион богат минеральными ресурсами, существует высокая возможность обнаружения дополнительных запасов полезных ископаемых после геологических исследований и разработки карт минеральных ресурсов. А пока отсутствие надежных, общедоступных геологических данных препятствует их разработке. Неустойчивая добыча полезных ископаемых оказывает сильное экологическое и социальное воздействие на местные сообщества. Быстрый рост спроса на полезные ископаемые приводит и уже привел к усилению геополитической конкуренции за минеральные ресурсы и увеличению цен на них. В период с 2010 по 2021 год волатильность цен на палладий составила 125%, на литий 80%, на кобальт 40% и была выше, чем волатильность цен на ископаемое топливо. Однако по другим минералам, таким как, например, микель, волатильность была ниже и составила 30%, но все-таки составила на медь 25%, на алюминий 20%. В странах, которые сильно зависят от добычи полезных ископаемых, волатильность цен может дестабилизировать государственные финансы и усилить экономический стресс в экономике. Как политическая неопределенность, так и ценовые сигналы могут создать риски для инвесторов и удержать их от инвестирования в горнодобывающие проекты. Сроки, связанные с разведкой полезных ископаемых и разработкой рудника, достаточно длительные, от 5 до 10 лет, а капитальные затраты на разработку рудника очень высоки. Потенциально это миллионы долларов. Увеличение производственных мощностей на существующих уже рудниках также требует времени, а поставки полезных ископаемых не могут быть увеличены немедленно, что приводит к растущему дефициту спроса и предложения и отражается в росте рыночных цен на полезные ископаемые. Горнодобывающие компании в арабских странах также сталкиваются со многими проблемами при получении разрешений и лицензий на свою деятельность из-за нормативно-правовой базы, которая иногда сложна и требует много времени, и предоставления 26 подробных планов и экологических оценок. Недостаточная прозрачность процесса выдачи разрешений и лицензирования также затрудняет горнодобывающим компаниям управление этим процессом. При этом еще и экологи оказывают сильное воздействие на внедрение более чистых технологий, поскольку добыча и переработка руды приводят к вырубке лесов, к деградации земель, к загрязнению почвы, воздуха, воды, к утрате биороднообразия. И развитие горнодобывающей инфраструктуры и связанных с ней перерабатывающих мощностей требует нескольких лет, а это означает, что быстрое масштабирование производства невозможно. Это внутренние проблемы, но есть еще и внешние. Добыча многих полезных ископаемых переходного периода энергетики, таких как литий, кобальт, никель и редкоземельные элементы, ограничено небольшим числом стран. На долю трех крупнейших стран-производителей нередко приходится более 75% запасов полезных ископаемых, что увеличивает риск концентрации предложения. Кроме того, переработка этих полезных ископаемых также имеет высокую концентрацию, причем значительные объемы переработки приходятся на Китай. Высокий уровень географической концентрации приводит к экономической уязвимости стран из-за изменений рыночных условий или геополитических событий, которые могут перерасти в риски вообще для национальной безопасности. Диверсификация источников поставок и инвестиций в развитие внутреннего производственного потенциала арабских стран, конечно, снижает риски поставок, но одновременно приводит к возникновению новых и обострению старых проблем, которые схематично ввиду отсутствия времени я и попыталась показать. Спасибо за внимание. Вы молодец, конечно, вы каждый раз на конференции выступаете, какие-то редкие темы затрагиваются. Ну, мне просто было интересно. Мы же в последнее время только все время говорим о чем? О том, что вот сколько будет производить из возобновляемых источников энергии, соотношений между традиционными и возобновляемыми. И не задумываемся, наверное, совсем о том, а чего это будет стоить, вот эти новые технологии, как к ним переходить, что будут делать арабы со своей горнодобывающей промышленностью. Действительно, либо покупать опять все, но это опять монархия Персидского залива, и попытаться у себя что-то делать со своей горнодобывающей промышленностью, как-то ее реформировать, двигать вперед. Это же достаточно интересно. И вообще, может быть, на каком-то этапе застопорится переход, если не будет хватать этих элементов, минералов и металлов, для перехода к новому такому типу производства электроэнергии. Не надо обольщаться, какие-нибудь технологии изобретут, что-нибудь придумали. Когда изобретут, тогда и посмотрим. А пока вот видите, как обстоят дела. Конечно, можно выразить. А вот по поводу золота, вы не называли это как бы энергоземельным, или его так много, добываясь, что это не считается? Нет, просто дело не в этом. А дело в том, что есть минералы, которые действительно активно используются вот в этих технологиях. Помните, я показывала все этот второй слайд? Все эти стороны развития, в которых используются. А золото, оно активно не используется в этих технологиях. Поэтому в арабских странах оно используется совсем в другой сфере. Да, золото. Я догадываюсь, какой? Ну, как какой? Ну, в сфере украшения женщин, прежде всего, да, самих себя. Ну, видите, вы женщина, вам пришло в голову украшение, а мне пришли в голову пломбы. А, вот так вот. Ну, это тоже, между прочим, украшение с другой стороны, да? Ну, наверное, для таких украшений много-то и не надо добывать золото. Вот, между прочим, я знаю, что египтяне, они закрыли лет 30 тому назад, по-моему, могу ошибиться, но это не имеет значения, срок. У них шахты были, золото добывали, что они закрыли. А сейчас они там обнаружили, по-моему, 83 тонны, что ли, Да, да, там, да. В этом духе что-то. И так обрадовались этому, что хотят завалить городскую биржу. Да? Да, я вот тоже прочитала об этом. Томи тоже удивилась, да, Попову по этому поводу. Это тоже просто экстремизм. Бог с ним. Бог с ним. Бог с ним.